В 2021 году подводные силы ВМФ России получили три подводных крейсера и одну подводную лодку. С 2012 года в состав военно-морского флота России вошли 18 подводных лодок, из них 9 атомных и 9 дизель-электрических. В состав флота вошли 4 типа подводных лодок. Проект 636.3 «Варшавянка» – многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка третьего поколения. С 2012 года в состав флота вошли 9 таких подводных лодок. Проект 885-885М «Ясень-Ясень-М» – атомный подводный крейсер 4-го поколения. Флот пополнился одним подводным крейсером «Ясень» и двумя «Ясень-М». Проект 955-955А «Борей-Борей-А» – атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения 4-го поколения. Флот получил три РПКСН «Борей» и два «Борей-А». Проект 09-787 «Атомная подводная лодка специального назначения» – носитель атомных глубоководных станций. Флот получил одну АПЛ-09-787. Общее водоизмещение подводных лодок, вошедших в состав военно-морского флота с 2012 года, составило более 215 тысяч тонн. Давайте посмотрим на передачу подводных лодок по годам. В 2013 году флот получил головной и первый серийный подводные крейсеры «Борей». В 2014 был передан головной многоцелевой АПК «Ясень». В 2016 году флот пополнился носителем атомно-глубоководных станций. В 2020 году флот получил головной РПКСН проекта 955А «Борей-А». В 2021 году флот получил три подводных крейсера, в том числе первые два «Ясень-М». Теперь посмотрим на распределение полученных подлодок по флотам. Черноморский флот получил шесть многоцелевых дизель-электрических подводных лодок «Варшавянка». Тихоокеанский флот получил три РПКСН, одну многоцелевую АПК «Ясень-М» и три «Варшавянки». Северный флот получил два РПКСН, два многоцелевых АПК и одну АПЛ специального назначения. Строительством подводных лодок для российского флота занимаются две верфи. Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге строят все дизель-электрические подлодки. Северное машиностроительное предприятие в Северодвинске строит атомные. А переоборудованием ВПЛ специального назначения занимается Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске. К началу 2022 года на строительство ДПЛ действует шесть контрактов. Два контракта на семь «Варшавянок» для Тихоокеанского и Балтийского флотов. И четыре контракта на пять «ЛАТ», видимо, для Северного флота. На строительство АПЛ действует четыре контракта. Два на строительство «Семьясени-М» и еще два на строительство шести «Бореев-А». Теперь подведем итоги. За 10 лет в состав военно-морского флота России вошли 18 подводных лодок. Общим полным водоизмещением более 215 тысяч тонн. На начало 2022 года четыре подлодки спущены на воду. 14 подводных лодок находятся на разных стадиях строительства. Еще четыре подлодки готовятся к закладке. Понравилось? Ставьте лайк и пишите в комментариях, что вы думаете о темпах обновления подводного флота России. Продолжение следует...